На главной сцене театра на Бронной все реставрационные работы уже закончены. Остались последние штрихи. Распаковать и поднять под потолок старинную люстру. Её на днях вернули реставраторы. Убрать временное деревянное покрытие, которое защищало от пыли дубовый паркет. Потом сюда поставят кресло, потом сюда зайдут зрители. Вы видите, здесь другой цвет стен, чем тот, что был до начала реставрации. Но тот цвет, который мы откопали в слоях штукатурки. Собственно, более ранний цвет. И, мне кажется, вышло очень красиво. В этом особняке 19 века за всю его долгую историю чего только не было. И бюро по найму студентов, и трактиры, и концертный зал. 60 лет назад здесь начала работать труппы театра, который так и назвали театр на Малой Бронной. А вот рука реставратора этих стен не касалась никогда. Здесь, в принципе, не производились никакие работы по реставрации до этого. Когда мы сюда вошли, здесь лепной декор был под большим количеством красочных слоев. Часть лепного декора была в таком плачевном состоянии, что его невозможно было восстановить на месте. Порядка тысячи квадратных метров лепнины в целом сейчас на данный момент в театре восстановлены. И 400 квадратных метров требовалось увозить в реставрационные мастерские. Настолько они были деформированы, настолько тщательно работало, требовалось каждому из них. Сейчас весь декор уже вернули. Восстановлены также знаменитые мраморные лестницы. В главном фойе тоже заканчиваются работы. А вот в той части здания, где находится малая сцена, уже встречают первых зрителей. В день театра Константин Богомолов и актеры театра на Бронной провели здесь творческий вечер. Мы в предчувствии возвращения домой. Это какое-то особое ощущение. Вот сегодня здесь вроде как уже и зрители. И вот уже вот это ощущение без пяти минут начала нормального функционирования этого дома. Здесь же в малом зале сейчас проходят и репетиции. Главную сцену театра на Бронной откроют для зрителей 15 апреля. Премьера спектакля «Вишневый сад». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!